Друзья мои, всем доброе утро! Ну, наверное, начнем с того, что на рынок заехать не получилось, в прямом смысле слова. Не смог я осилить эту гору, грузака тоже не получается, народ просто разворачивается. Такое вот здесь происходит. Поэтому, я думаю, в ближайшие пару дней со смотрами автомобиля придется потерпеть. И поговорим сегодня с вами о очень важной теме. Сейчас все-таки попытаюсь пробраться на авторынок, показать им, что там происходит. Ну и вернемся к разговору. Как-то вот так вот. На авторынок, друзья, есть два заезда. Один центральный заезд со стороны улицы Юмаша, второй заезд со стороны улицы Нейбута через новый построенный микрорайон. Вот здесь так по свободнее. Дороги, дороги, знаете, везде по-разному. Где-то чищены, где-то не чищены, где-то каша. Как обычно, центральные улицы почистили. А какие-то спальные районы там, там просто же, если честно. И я так думаю, пару дней на переднем приводе выезжать даже не стоит. Второй заезд у нас. Здесь так попроще, попроще. Но тоже не каждый поднимется. В общем, друзья, на рынок удалось заехать реально с большим трудом. Как видите, на авторынке делать абсолютно нечего. Кстати, лайфхак для тех, для приезжих. Если вы приехали, у вас нету зимних теплых сапог. Одеваете теплые ботинки, покупаете женские чулки, натягиваете. И ноги у вас сухие. Вот такие вот дела на авторынке. Машин нет, заехать сюда практически никто не может. Понятно то, что сейчас к обеду центральные дороги подразгребут. Вот, но, короче, я так и не доехал сюда. Поэтому ждем несколько дней, пока все это почистится. И можно будет нормально проверять автомобили. Друзья, в общем, наш город был не готов к такому коллапсу, который здесь происходит. Отдельное спасибо хотелось бы сказать, конечно же, нашим любимым дорожным службам, которые дороги у нас... Ну, я не могу сказать, что они вообще не работали, но... Почищенные центральные дороги, да, они почищены, но, грубо говоря, не до асфальта. Да, и все равно какая-то ледяная корка есть, какая-то каша есть. Но машины более-менее двигаются. Общественный транспорт практически не ходит вообще никак. То есть я утром выехал сегодня в полдевятого, да. Остановки полные, остановки просто забиты людьми. Автобусов нет, люди стоят, голосуют, пытаются... Пытаются уехать, такси не едет. Ну, едут какие-то обезбашенные, да. Я вообще людей не понимаю. На улице происходит, ну, реально не понять, что здесь очень много снега. Куда вы на своем переднем приводе едете? Ну, куда? Слава богу, что еще... Что еще не на летней резине. И вот так будут по всему городу. Хотя предупреждали, предупреждали реально заранее. Да, то, что, ребят, давайте готовьтесь. Вот, поэтому еще раз напоминаю. Машины, которые у меня есть, которые уже выкуплены. Там три или четыре автомобиля на отправку. Мы ждем. Ждем дорог нормальных. Машины стоят на зимней резине, но, тем не менее, я на себя такую ответственность брать не буду. Машины стоят не на рынке, да. И, ребят, и рынок почистят только, как минимум, не знаю, завтра после обеда. Пытался проехать на рынок. Не получилось это сделать. Понятно, что сейчас там почистят, да, поднимют какую-нибудь колею. Вот. Но пока нет. И несколько автомобилей у меня на выкуп. Вот. Я уже, в принципе, всех предупредил. Поэтому, ребят, ребят, ждем погоды. И сейчас важная тема. Последние три-четыре дня, вот, честно, друзья, я вот уже повторяю. Повторяюсь, наверное, в каждом видео. У нас автомобильный сайт, это дром.ру. Сайт Авито и Автору, у нас это не актуальный сайт. Ну, поймите, ну, не может, не может машина стоить дешево. Да, давайте еще вам пример приведу. Да, берем вот этот вот Форестер, да. Не, ладно, что я все время о Форестерах? Да, вон, Аква стоит напротив меня. Ну, Аква, ну, 17-й год, ну, не может она стоить 600 тысяч. Не может, запомните в это раз и навсегда. Она будет стоить намного дороже. Поэтому заходим на сайт дром.ру. Друзья, там все очень просто. Смотрите машины, которые в наличии. Автомобили в пути, под заказ, смотреть не надо. Опять же, если вы обратите внимание, автомобили, которые в пути и под заказ, они значительно выигрывают по цене. Да, то есть у них цена идет, цена идет меньше. Поймите вы уже, пожалуйста. Хорошая машина, дешево, дешево, она стоит. Не то, что хорошая, дешево стоит не будет, да. Это разводняк. Вот, я не побоюсь этого слова, в прямом смысле, это просто развод. Вас разводят вот эти вот компании, которые, я даже не знаю, кто это выкладывание, компании или не компании. Вы не ленитесь. Позвоните по номеру телефона, да. Вам, там у них куча отмазок. Либо эта машина куплена, либо эта машина битая, которая в пути под заказ, да, по хорошей цене. Либо, там, за нее внесли задаток. И в итоге вас подведут, то, что, ой, давайте заказывайте у нас автомобиль. Да, и пообещают вам, то, что за эту цену, за эту цену вам привезут хороший, адекватный автомобиль. Нормальные аукционные компании, я не спорю, есть такие, да, но они этим не занимаются. Они сразу четко и ясно говорят, да, сколько стоит, сколько стоит хорошая аква. То есть за 600 тысяч, там, нормальный человек, там, нормальная аукционная компания вам акву эту привозить не будет. Поэтому будьте внимательны, выставляйте, еще раз говорю, галочки. Там все очень просто разобраться. Автомобили в наличии, автомобили с документами, автомобили не битые. Вот три основных таких параметра. Посидите, не поленитесь, там, 5-10 минут разберитесь вы с этим сайтом. Так, что еще хотелось бы добавить. Все машины, которые стоят на авторынке, зеленый угол, все, там, ну, назовем это 99%, да, все машины растаможены. Все автомобили идут с документами. Есть на авторынке, дальше туда, за 11-ю стоянку, есть несколько стоянок, где стоят конструктора. Да, но многие приезжие туда не доходят. Вот, то, что продается на дроме и указано с документами. Все растаможены, все с документами. То есть, вам не нужно платить никакую пошлину, там, еще кому-то деньги платить. Вот стоит машина миллион. Вы пришли на рынок, продавцу отдали этот миллион. Все, он отдал вам в руки документы. Вы сделали техосмотр, сделали страховку, поставили автомобиль на учет в ГИБДД. Друзья, вот, следующий момент, друзья, если вы хотите заказать поиск автомобиля, мне нужна какая-то конкретика, да, потом необиженные ваши смски, да, опять же, мне нужен филдер. Друзья, ну, какой филдер? Ну, год, состояние, комплектация, цвет, да, то есть, мне нужны параметры. Я говорю, ну, человеку пишу, дайте мне более конкретную информацию. Мне нужен филдер. Все. Вот, поэтому, ребят, поиск машины, ну, это довольно-таки серьезное дело. Да, если вы хотите получить нормальный автомобиль, то все-таки нужна какая-то конкретика, да. Следующий момент, ну, опять же, без конкретики, без какой-то я поиска автомобиля не беру. Я ищу только целые автомобили. Битье, эрки я не ищу. Я не говорю то, что там все какие-то там эрки плохие, все какие-то, ну, то, что все битье плохое. Есть машины, попадаются подбитые, не сильно. Почему бы нет? У нее и цена поменьше, да, и пробег поменьше. Та же самая эрка. Но про поиск я сейчас говорю. Если я беру поиск, я, опять же, я сам ориентируюсь по дрому, да. Вот заказывают мне человек автомобиль. Я зашел на дрон, посмотрел. Если есть выбор автомобиля, я беру в поиск. Если я вижу то, что я найду целую машину. Когда я буду искать автомобиль, если попадется какая-нибудь хорошая эрка, то почему бы и нет. Но такие звонки, Сань, вот у меня там денег 400 тысяч, да, и мне нужен кейкар с пробегом там 1050-40, мне пойдет эрка. Друзья, сразу отказ. Без обид, отказываю. Я буду искать только целый автомобиль по нормальным, за нормальные, адекватные деньги. Если вы хотите себе там, ну, я утрирую, да, там, кейкар за 400 тысяч подбитый с небольшим пробегом. Заходите на дрон, выбираете автомобиль, скидываете ссылочку, я для вас его проверяю. Очень много работы вы можете сделать сами. Вы можете позвонить продавцу, переговорить с ним, да, аукционный автомобиль, вообще, что происходит с автомобилем. Вот, получить какую-то информацию. Довольно много информации можно вытащить с продавца. Дальше, да, вы можете элементарно мне скинуть номер кузова на проверку автомобиля, да, вот мы откроем уже статистику. В принципе, это делается все очень просто и легко, что касается статистики. Это уже ни для кого не секрет, сделать это может каждый. Но, кто не умеет это делать, скидывайте, буду проверять, да, вот. Ну, и от этого уже будем с вами отталкиваться потом. Нужно смотреть этот автомобиль или не нужно? Автомобили смотрю везде, в Приморском крае, да, но вы должны понимать то, что осмотр автомобиля в городе Владивосток стоит 2000 рублей. Человек мне скидывает автомобиль в уссурийске и говорит, я тебе перевожу 2000 рублей, едь смотри. Вы же должны понимать, да, Владивосток 2, а что дальше, там, соответственно, дороже. То есть, более подробно, по ценнику, вообще по выездам, звоните, уточняйте. Следующий момент, вообще по цене, любую смс-ку отправляете мне в WhatsApp, вам автоматом приходит от меня сообщение. То есть, по моим услугам. Что, сколько стоит? Бывает, бывает, ночью смс-ка придет, там, в 3-4 часа ночью, ну, человек, он пишет, вот, ему ответ переходит, и он начинает со мной общаться. Вот, ну, не каждый еще слышит, да, меня, то, что сообщение приходит автоматом. Вот, а, еще один момент. Говорят, что до меня сложно дозвониться. Да, друзья, есть такое, потому что днем я работаю. То есть, я могу находиться с человеком, я могу смотреть автомобиль. Не всегда могу отвлечься, да, поэтому, как со мной проще связаться? Пишите мне в WhatsApp. То есть, я, когда освободился, я увидел ваше сообщение, я обязательно на него отвечу, как я буду свободен. Вот, ну, я надеюсь, все запомнили, да, автомобили ищем на сайте drom.ru, авито, автору, не смотрим. На сегодня все, ждем погоду, смотрим автомобили. Всем пока, всем хорошего настроения.